Выбор сделан. Большинством голосов депутатов новым мэром Наринмара избран Олег Белак. Решение принято сегодня на сессии городского совета. В свою новую должность новоизбранный глава столицы региона вступит 14 марта, когда истечет срок полномочий Татьяны Федоровой. За принятием решения наблюдала Ирина Цепитова. В зале заседаний городской администрации сегодня необычно многолюдно. Повышенный интерес к сессии горсовета понятен. На повестке лишь один вопрос – о безбрании нового мэра Наринмара. Вся сложная работа осталась позади. Специально созданная конкурсная комиссия еще в конце января отобрала самых достойных кандидатов и представила их городским депутатам. Напомню, по итогам конкурса в гонке за пост мэра осталось двое – Олег Белак и Андрей Бережной. До сегодняшнего дня депутаты горсовета не раз встречались с потенциальными градоначальниками, ведь решить, за кого голосовать, нужно было еще на берегу. Сегодня кандидаты еще раз выступили с тезисами своих программ по развитию города. Первым слово предоставили Олегу Белаку. В ходе выступления он акцентировал внимание на том, что знает проблемы города, не понаслышке знакомы с бюджетным планированием и в своей деятельности в случае избрания будет полагаться на мнение жителей Наринмара. На мой взгляд, самым главным качеством градоначальника является умение делами, а не словами, отвечать на те запросы, которые поступают от горожан. Необходимо совершать совершенно конкретные действия, которые от нас ждет население. Это касается и переселения из ветка аварийного жилья, это благоустройство дворовых территорий, это своевременная и качественная уборка мусора, его утилизация, это вопросы подготовки земельных участков, это вопросы, которые, к сожалению, не решены по подготовке и выдаче земельных участков для многодетных семей. То есть, на самом деле, есть достаточно большой спектр задач и вопросов, которые сейчас стоят актуально на повестке перед городской властью. Знание проблем Наринмара в своей предвыборной программе продемонстрировал и второй кандидат Андрей Бережной. Ключевыми моментами в работе главы города он назвал необходимость анализа работы и финансово-хозяйственной деятельности всех городских предприятий, оптимизацию штата, сокращение расходов на муниципальное администрирование. Предприятия у нас, как было сказано, были жизненно обеспечивающие, предприятия градообразующие. Без них на сегодняшний день невозможно представить себе детям, жизнедеятельность нашего города. Поэтому от представительной работы зависит от раннего, не только от раннего людей, но и, естественно, как себя ощущают, как жители, как граждане в нашем достаточно непростом северном городе. После выступлений претендентов на пост мэра депутаты гурсовета перешли к открытому голосованию. Напомню, городской совет состоит из 15 народных избранников, поэтому для победы кандидату было необходимо набрать не менее 8 голосов. Кто за? 13 человек за. Так, голоса распределились следующим образом. 13 депутатов проголосовали за кандидатуру Олега Белока. Один против и один воздержался. Я благодарю вас за высокое доверие, которое вы оказали. Я уже говорил, и не считая дезорно повториться, что я готов все свои силы, умения, знания, опыт, навыки и практики предложить для того, чтобы наш подновленный город развивался, процветал, и чтобы люди действительно в делах, в делах, в делах чувствовали свою заботу, нашу с вами, со стороны органов класса, заботу о каждом жителе. Я понимаю, осознаю ту меру ответственности, которую вы сейчас, ту степень ответственности, которую вы сейчас на меня разложили. И, как я и говорю, в любом случае, все свои решения, они будут выгодны. И главный принцип «не навреди», он будет одним из перволюбующих и принять этих мер, правильничественных решений. Принимая сегодня решение о избрании мэра Наринмара, депутаты гурсовета руководствовались не только своим личным мнением, а также наказами своих избирателей. До избирателей донес всю информацию, которую кандидаты изложили о своем развитии. Поэтому, как говорится, я не просил давать мне право выбирать главу. Поэтому я сегодня отразил мнение в первую очередь людей, которые сказали, давай сделаем так, чтобы не навредить никому. Общее пожелание моих избирателей, лицезаводчан, это в первую очередь встречи со всеми, все под карандаш, для того, чтобы потом, пользуясь поддержкой депутатов, воплотить на бумаге и в жизнь. Сегодня, я думаю, мы приняли правильное решение. Но я думаю, что даже из сегодняшней речи кандидатов, уже было понятно, что кто более подготовлен, кто более готов принять на себя город. С его большими проблемами, я думаю, что Олег Ануфрич справится. Я думаю, что необходим городу такой мэр-финансист с опытом работы и техническое образование также у него есть. Так что я думаю, что он справится. Удачного избранному мэру пожелала и глава региона Игорь Кошин. Губернатор выразил уверенность в том, что только вместе можно добиться всех поставленных целей. И сегодня, когда пройдены все необходимые процедуры, наступает время каждодневной, монотонной, рутинной работы. И жители хотят видеть вполне конкретные результаты этой работы. Безусловно, это теплые квартиры, чистые подъезды, благоустроенные территории, дороги, татуары, освещение. И безусловно, они хотят видеть те огромные счета, в том числе и за тепло. И я глубоко убежден, что нам всем необходимо объединиться. Объединиться, чтобы приблизить этот результат, особенно в условиях технических цен на говодороды и с теми выпадающими доходами, которые сегодня имеют окружной бюджет. Коллеги, хождений по судам, громких лозунгов, поездок по всем вышестоящим инстанциям, и я уверен, что нам всем хватило сполна. Нас ждет впереди большая, рутинная, каждодневная работа на благо жителей нашего города. Спасибо. Напомню, срок полномочий действующего мэра Татьяны Федорова истекает 13 марта. На следующий день в свои обязанности вступит Олег Белак. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.